Хотя большинство работ по саду уже завершены, нельзя забывать об одной из важнейших из них – прополки. Если сейчас не предпринять меры, то сорные растения весной дадут многотысячное потомство, и в начале посадочного сезона, когда у вас и без того будет полно дел, доставят вам немало хлопот. Бороться с сорняками рекомендуется ежедневно, и осенние дни – не исключение. В отличие от многих культурных и изнеженных нами растений, сорняки очень быстро растут и отличаются повышенной устойчивостью. Иногда нескольких недель хватает, чтобы еле заметные семена превратились в достаточно мощные растения, которые способны увести ценные питательные вещества у ваших любимых цветов и подпортить вам нервы. И даже если в конце лета мы тщательно выбрали все корневища и очистили грядки, цветники и приствольные круги от сорняков, к середине осени незамеченные нами сходы могут обильно разрастись. А потому обязательно выделите день, а то и два, чтобы пройтись по всем подготовленным вами участкам земли. Удобнее всего использовать для этого садовый совок или тяпку. Пройдитесь инструментом и там, где сорняки кажутся совсем безобидными. Особое внимание – грядкам, подготовленным для подзимнего посева. Сходы на них весной появятся одними из первых, а следовательно и первыми пострадают от сорняков. Инструмент, которым вы пользуетесь, должен быть удобным. Это сэкономит вам массу времени. А это значит, что тяпка, которой вы пользуетесь, должна быть острой. Не ленитесь регулярно затачивать ее. Это позволит сделать вашу работу более эффективной и быстрой. После прополки оставьте сорняки на пару дней на грядке, чтобы они подвяли, после чего отправьте их в компост. Причем, если листья вы можете при желании в компост и не отправлять, то с корнями будьте осторожны. Большое количество сорных растений прекрасно размножаются делением корня. А значит, оставляя их на грядке, вы даете им хоть и небольшие, но все-таки шансы прорасти снова. Кстати, не забудьте о том, что при выращивании огородных и декоративных растений можно использовать геотекстиль. Эта черная ткань делается из нетканого полипропилена, пропускает воздух, воду и питательные вещества в почву, но не дает семенам сорняков прорасти. Если вы еще не использовали геотекстиль, или как его по-другому называют спонбонд, подумайте о том, чтобы обязательно применить его в будущем сезоне. Продолжение следует...